Стереотипы о металле, дамы и господа Читайте описание, подписывайтесь, подкакивайтесь, подтирайтесь, заходите на стримы, донатьте обязательно в поддержку моей деятельности Потому что, как мы сегодня выяснили, между Соколом, Сопрыкиным и вообще всеми этими чуваками Самый адекватный, единственный, это я А надо, значит, меня кормить Что же думает самый обычный человек про хэви метал? Метал Девушка, красотка, прикурить будет? Нет Погоди, красотуля, хочешь портвейном угощу? Нет Подожди секунду, одну минуточку А не хочешь со мной сегодня на кладбище с нашим кланом сходить? Мы про... Блять, он серьезно, что ли? Правда, левых не берем людей, но ради тебя сделаем исключение, а? Нет Ты подожди, подожди, я вообще-то музыкант Хочешь восьмиклассницу сыграю, тетя Цоя? А? Беги оттуда, тёлка! Зачем ты вообще с ним разговариваешь? А, это же его жена вроде Своё, только отстань уже Бля, пиздец, кренжатура Бля, охуенная песня На кладбище захотелось с кланом сходить Приветствую тебя, ищущие Настало время поговорить про хэви-метал Снова про... Мэтал Наш любимый стиль про хэви-метал Мэтал И, точнее, сегодня мы поговорим об отношении к хэви-металу Мэталу К металу К металу, сука, ну, блядь, ты уж можешь правильно сказать Хулишь ты, блядь Мэтал, блядь Ладно метал, я ещё понимаю Ладно, ну, то есть Вообще метал, сука, блядь Жанр называется метал Кто, блядь, говорит хэви-метал, нахуй Я просто... Как говорят сами пиндосы, мне теперь стало даже интересно, блядь Мэтал, ну-ка Мэтал Мэтал, блядь Ну, кстати, если да, окей, если по-английски Ну, блядь, кто в России говорит метал, блядь, реально Хэви-метал Пизда Мэтал, блядь, ну, чуваки, я не знаю Короче, это пиздец, по-моему Ладно Ладно, 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 ладно Я прощаю только потому, что вроде как англичане так же говорят Но всё равно это... Ладно, тут я не могу доебаться Но, по-моему, это полная хуйня Ну, типа, блядь, я с кем только не общался Никто никогда говорит метал, блядь Либо метал, либо метал Ну, то есть, это же... Это прямо как... Как... Не знаю, блядь, что Меня вообще, на самом деле, просто бесит иногда, когда Э и Е, типа, как-то по-дебильному говорят Ну, блядь, как, знаете, Одесса, блядь Или, типа, вот, что-то такое То есть, вот, противная хуйня Ну, не правда ли? Я думаю, вот, кто живёт в Одессе, да? У них город, они, по-моему, есть такая штука, что они вроде как даже злятся Когда город называется Одесса и произносится через Е И они бесятся, когда кто-то говорит Одесса, блядь Вот, кто живёт там, или кто, ну, вот, что-то такое шарит, вы должны меня понять Вот у меня такая же хуйня Оно, как бы, может быть даже и типа вроде бы чем-то оправдано так говорить Но, на самом-то деле, это же полный пиздец вообще Вот, типа, тут то же самое Людей, которые не слушают эту музыку, но культивируют у себя в голове Ну, типа, да, как сопрыкинские сосиски, блядь Ты, когда говорил Сокола, ну, он поёт метал у себя в песне, поэтому я тоже, конечно, пел метал Но, блядь А с другой стороны, в той песне, в другой он пел, по-моему, метал, метал, с нами хэви метал Уже, которая, я хотя не помню Ютуб, Ютуб или Ютуб Ну, опять же, тут объяснимо То есть, вот это Тубе, блядь, да, оно можно перековеркать Если, как англичане, то Тюб Если, как англичане, но не совсем, то Тюб Если, как колхозаны, то Туб И, типа, это тоже, ну, Ютуб, типа, это тоже объяснимо И, ну, я вот, в плане Ютуба мне вообще похуй То есть, я говорю через Ю, но, ну, мне похуй, кто как говорит То есть, как-то, не знаю Ну, здесь я понимаю, почему можно и так, и так произносить А метал звучит прям как-то очень тупо, блядь К мнению, наша музыка представляет Вновь... По-украински считается именно Одесса Наоборот, что ли, блядь Вновь приезжаю, Аннет Блядь, я не шариваю Прикольное поле, где меня начинают жрать комары Кстати, здесь хищная птица зависла Выглядывают какие-то мышей-палелок, наверное Все прикольно Солнце садится, времени осталось так немножко, поэтому... Короче, ясно все Моисей умудрился обосраться хлеща сокола, блядь В самом начале реакции Ну, чуваки, метал, блядь Быстренько мы сейчас пройдемся по всем пунктикам, которые... Простой обыватель не может выкинуть у себя из... Короче, метал, это вообще здесь последнее, о чем надо было, на самом деле, обсуждать Здесь надо обсуждать великолепную сценку Головы впихнуть туда что-то нормальное вместо своей хероборы, которую он там носит И так Ну так именно от еврейского колорита и пошло вот это Одесса, блядь И типа это поскольку распространилось из-за каких-то дебильных анекдотов И типа так все начали говорить И поэтому вроде как одесситы бесятся Ну, насколько я знаю Хотя не шарю до конца Ну, блядь, нужен какой-нибудь одессит Он, блядь, пояснит за эту всю хуйню Первый пункт Металлисты орут, они поют Распространенное мнение, не правда ли? И опять же хочется сказать, что сегодня мы говорим про наш родной хэви-метал Пауэр-метал, вот про эти стили Блядь, ну почему? Сука, он сперва сказал метал, а потом метал Ну, ты... Блядь, я что-то вообще не понимаю Он типа... Вы поняли о чем речь Да, где хороший метал Теперь он... Блядь, он все три варианта вообще Метал, метал и метал Он реально определиться не может, что ли? Как ты... Блядь! Он в итоге сказал все три вообще варианта Музыка мелодичная Те, кто шарят в тяжелой музыке, наверняка сталкивались с таким явлением Когда ты говоришь... Тебя спрашивают родственники твоих знакомых Металисты, да-да-да, я металист Люблю метал Какой мой мамой пришедший в гости или еще кто-то Метал А какую музыку ты слышишь, ты говоришь? Просто, ну, оно прям звучит по-пидорски Вот, ну, именно даже на русском языке Типа, ты приходишь, у тебя там, типа... Телка, допустим, спросит тебя Какую музыку ты любишь, допустим? Ну, я слушаю метал Блядь, метал нахуй! Метал, блядь! А ну что, блядь? Метал! Я не знаю, мне вообще не нравится ни мэ, ни мэ Ну, мэ прям совсем пиздец Метал еще, ну, хоть там, хоть... Ну, в контексте, типа, пауэр метал, можно сказать, наверное Или там, хэви метал, окей А само по себе метал Типа, я люблю метал Метальчик, там Трэш метал Или там, ню метал Блядь, странно Вообще, лучше ничего этого не говорить Надо телке сказать Дэээлджэ, уважаю Ты только от соси Метал Они говорят, рок Ты говоришь, метал Они такие, ааа То есть, и сразу ты видишь В голове у человека меняется что-то В глазах что-то меняется В лице человек меняется И ты видишь сразу, что что-то неприятное он почувствовал Потому что ассоциации, которые он испытал Они подразумевают под собой Те самые пункты, которые я себе выписал Клише, которые совершенно... Метал, во! Метал самое охуенное, да Они подходят к нашему любимому стилю Есть, конечно, группы, которые оправдывают это Где... Вот это вот все происходит И они могут... Да, а потом там в припеве Take me from this night Показаться непосвященному зрителю Летает всякая херня Непосвященному зрителю могут оказаться, да Действительно, там, орущими и деструктивными Но... Самое смешное, что они, эти люди Под одну гриб... Или наоборот, может быть, про Е... Ну я, короче, насрад Я все перепутал Ты хороший металл И зачастую даже этот хороший металл А-ля Ария Кипелов, да Они все равно для этих людей Вырви мозг, какими стилями считают Хороший металл Ну давайте по пунктам Первый... Я любил и ненавидел Я говно свое увидел Пункт Металисты орут, а не поют И отчасти это может быть правдой Потому что, вспоминая свои старые добрые годы Когда я не слушал хэви метал Впервые, когда мне включили Арию Мне понравилось только, как звучат баллады Когда размеренным, спокойным голосом поет Кипелов А когда он начинает петь боевики, то сразу у тебя такой Эээ, что-то как-то напористо, что ли, я не знаю Короче, неприятно Как-то неприятненько, есть такое слово И это в корне неверно Потому что стоит послушать нашу музыку немножко И ты сразу понимаешь, что в хэви металле, в пауэр металле Вокалисты не читают... Бля, он сперва говорит хэви метал, а потом пауэр метал То есть, типа... Блядь, ладно Тем, которые поют в попсе там или еще в каких-то стилях Потому что диапазон нот, по которым скачет вокалист тон Происходит от низких до ультра самых высоких А в попсе часто поют вот в таком небольшом диапазоне Ну, за редким исключением Ну, понятно Металлист может спеть так, как в попсе И с придыханием, и чисто мощно, и... Вот, блядь, как раз Ария это самый такой вот херовый пример Потому что... Блядь, еще раз Проблема не в группе Ария Проблема в поклонниках группы Ария Как и с кино и так далее И... Ну, с огромным количеством групп, которые принято считать говнарскими В основном поклонники, например, группы, там, Король и Шут Это пиздец Типа люди, с которыми не очень хочется затусить В основном поклонники кино Это тоже пиздец То есть, ну, хотя у Короля и Шута это, допустим Блядь, не знаю Ну, короче, кино еще и бомжи прям очень обожают То есть, вот, это просто... Вот, мне кажется, если найти какого-нибудь бомжа То любимый у бомжа любого музыка Это всегда цаец, короче Это обязательно Вот А Ария это, типа... Ну... Скажем так Вот, блядь По крайней мере, где я был на каких-то фестах Там были, типа, кавер-группы Или кто-то кавер-группы Ну, кто-то выбежал подпевать То есть, скажем так, блядь Это... Ну, вот такое Это... Не охуительное приятное Скажем так Тусить в компании этих чуваков Собственно, поэтому... Ну, типа, группу, у которых С фэндомом, блядь, немножко пиздец Не стоит применять в качестве... Да, блядь, короче, ладно Кого я обманываю? Весь металл слушают Так, окей, понятно, спасибо Кроме говниды, да, вот у говниды все фанаты топ Пар Горьков, например, тот же Маршалл, который поет с хрипотцой сейчас В своем попсовом проекте, который так и называется Александр Маршалл Погоди, постой Не грусти, не плачь об этом Металисты могут петь по-разному Попсовики Просто я думаю, что у такого обычного нормального человека Если он, ну, типа, видит, что чел на полном серьезе Угорел по каким-то там косухам, байкам И, типа, при этом вместо байка у него электросамокат Короче, если это байкер, то, блядь, хули с ним вообще общаться Чего может быть у тебя общего? А если это не байкер, а, типа, угоревший по байкерам То это, блядь, вообще полный пиздец Ну, и, типа, вот, обычный обыватель Он, ну, когда ему рассказывают что-то про металл Он представляет себе вот Ну, у него примерно такое представление Оно по сути верное Типа, что это пизданутые, блядь Не надо с ними тесеть Так, дело менее разносторонне Итак, мы выяснили, что первый пункт Не имеет ничего общего под собой в умах Этих вот простых людей, которые Услышали вот эту непонятную Так Как бывший Одессит могу подтвердить то Что Маисе объяснил В украинском языке Это тоже читается, как Одесса А сам я люблю металл тоже Но в целом Артен и АВ Так, как читается это, подожди еще раз Одесса все-таки, да? То есть, Э Так, подожди А я правильно сказал или нет? То есть Как говорить неправильно И как Ну, короче Это в принципе не важно Но суть, что есть правильный и неправильный вариант И какой-то из вариантов Он вроде как бесючий Для некоторых вот Одесситов Рычажку И потом такие Все Это все страшно Это все Лучше атомными бомбами разбомбить Расстрелять И не слушать никогда Первый пункт Мы раздолбали Второе клише Поют об убийствах и Аде И опять мы скатываемся Что нам подговнили тяжелый Бля, ну для кого он это рассказывает Я реально не могу понять Для школьцов прям что ли? Или вот эти Это же просто вообще тупая хуйня Что лучше Затусить со школьцом Который на колоночке слушает Моргенстара Или с бомжом Который слушает кино Тут нужна вот эта цитата Типа Сейчас Блин А, это из Ведьмака как раз было Да, по-моему Или, ну, только не Не из игры А, по-моему, из сериала Если приходится выбирать Между одним злом и другим Я предпочитаю не выбирать вообще То есть, короче Я бы предпочел не выбирать вовсе Ну Че это? А, это, наверное, из книги даже может быть Ну-ка, ладно Вот brutal стили, где поют очень часто действительно об этом К сожалению К сожалению, запоминается чаще плохое Потому что... Это зло, это зло, строгобор Меньшее, большее, среднее Все едино Пропорции условные, а границы размыты Я не святой отшельник Не только одно добро творил в жизни Но если приходится выбирать Между Моргенштерном и кино Я предпочту не выбирать вовсе Потому что человек, обычно обыватель Услышав вот обычную группу Вот такую вот Дэдметалскую где-то Он для себя сразу понимает Что это такое И больше, когда видит человека с гитарой С волосатого Он никогда больше, типа Хочешь песню послушать? Чел с гитарой такой Говорит Вообще хитяр Он такой Оу-оу-оу Только без меня Позвольте, я выйду Из комнаты И потом занимайтесь своей Сатанинской сранью Что было бы, если бы ему попалась Крутейшая песня Какой-нибудь хэви-металльной банды И там, ну, не знаю Он бы сказал А, то есть вы Еще и даже на кладбище не ходите И про ад не поете Так это вообще говно тогда Нахуй вы нужны А, ты знаешь Какая-нибудь Крутая песня душевная А он бы тогда скажет Блин, ребята Это просто У того же Леуса Моего наставника Гей Короче, в этот раз Мы упоролись еще сильнее Чем в прошлом тесте Звука из Арума И чтобы сюда вставить Я, блин, уже минут Наверное, 10 Час пытался это сделать Вот кое-как Натянул А этот-то тут при чем? Спасибо большое, Алекс Найтмур Не, ну, пока что Самая охуенная Именно про Сокола вставка Это вот сделал, короче Блин МС-бочка Я сейчас найду У него в конце, типа Как Сокол заходит к своим друзьям А там у него Леус, блядь, ебется с этим Какие серьезные вещи Произошли во мне Пока я это слушал Настолько у меня Внутренний мир перевернулся А когда ты слышишь Вот это вот все Конечно, человек испугается И больше никогда не будет это слушать И темы Тематика Это как раз тематика Песен в хэви металле Это... Сейчас Бля, такой у меня Ностальгический Стояк От Макляки, короче Надо его Это будет Как-нибудь Возродить реактор на него Бля, активация Windows Это дежавюк Вот, давайте посмотрим Что у нас здесь Коридорчик Вот они стоят Придите в углу Так, ну вот Мы здесь начинаем Вот так ребята живут металюги Вот так живут металюги Одесса На украинском Бесит именно Одесса Когда так говорят те Кто нас слушались Типа еврейских анекдотов И историй Вот, все То есть я правильно сказал Типа именно бесит Насколько я понимаю Когда в русском языке Говорят Через э Если я правильно понял Вот Ну значит Там все чуть более запутано Чем я сказал Но по сути я был прав Окей Все, спасибо Ник Демидюк Что задонатил И пояснил еще заодно Наоборот Философия Вот то же самое Короче метал Блядь Политика закратывается Там и мистика И даже Оно типа Как бы так тоже В каком-то языке правильно Но Блядь В русском Это хуйня Вот То же самое Если мы в моем любви Это настолько глубокие чувства И переживания Что совершенно Ничего не имеет общего Любил и ненавидел С этим вот С дурацким Попсовым Вот этим Я ее увидел Ты такая крошка Красивая Пожалуйста Посмотри на меня Я оберну Бля Твои батоны Они же булки Типа Дает защику Всем Ну русскоязычным Метал балладам Уж точно Блядь Типа Че там нахуй было Особенно Блядь Всадник из льда Ебать Вот это вообще Пиздец Такая Ебложопа Короче То есть Ну Во-первых Из льда А не из-за льда Во-вторых Типа Типа Льда Навсегда Там вообще Рифмы Прям Мое почтение Во многое попсе То Более складно То есть Я не знаю Если вот Допустим Смотрите Ребята Мы возьмем Всадник из льда У меня блядь Язык каждый раз Ломается Текст И Почитаем Днем Киркорова Не знаю Там Снег Блядь Какой нибудь Песню Да И сравним Просто именно Красоту Текста Почему Так жесток Снег Оставляет Твои следы И тематика Похожа Лед и снег И по кругу Типа Всадник из льда Лучше чем Блядь Киркоров На полном серии Почему Голоса звезд В полумраке Едва слышны Ветер Слезы Дождя Принес Только слезы Мне не нужны Блядь Да эта строчка Дает Залупу За щеку Ёпта Блядь Всей вот этой вот Нахуй Есть перед нами Два пути Блядь Ёпта Два пути Перед нами Два путя Как в том Анекдоте Да не Киркоров Ну поебать Я знаю что Не Киркорова Но Киркоров ее пел Типа у Киркорова Блядь У Киркорова Тогда ни одной песни Нет по такой логике Ну то есть Блядь У Киркорова Все песни Не Киркорова Вот Или там Ну какие еще Эти были Там ремейки У него Я не знаю Этот там Какой нибудь Блядь Ну вы поняли Карач Или она Вот из этой области Здесь очень часто Так что реально У нас Блядь Песни Именно Я про это Много раз говорил Что в России Я не ебу Как так работает Но Попсюки Делают Классные песни Но Ну делают Уебищные Мерзкие Попсовые Аранжировки Которые конечно Не клево слушать А вот Русские рокеры Металисты Они просто Блядь Говнари То есть Они как бы Вроде бы С гитарами Тяжелыми Вроде бы Что-то там Пытаются Делать Такое Но у них И звук Говно И песни Говно И блядь Во всем Они почти Всегда Говно К сожалению Блядь Ну то есть Эпидемия У них там Вокал Обычно У них много было Вокалистов Ну У них вроде как Неплохо Там у них есть Пара хороших песен Но Ну например Вот это Одна из самых Их популярных И это прям Говно Редкостное То есть вообще Редкостная Срань И Любое Ну я не знаю Что у Киркорова Только Зайка моя Наверное хуже Блядь Бешевый И так переходим И то спорно Зайка моя Хотя бы блядь Веселая Мемная А это типа блядь На полном серьезе Умру навсегда Блядь Осваивай хуй Яндекс тоже Да Одесса бесит Когда говорят В русском языке Но на самом деле Даже в самой Одессе Много кто так говорит Ну вот Все Так что Будем знать Ребята Образовательный И этот Блядь Третьему пункту И это Металисты Все металисты Курят Пьют И наркоманят Да Грешок Есть такой Так блядь Рэперы Тоже Типа Ну на самом деле Не только металисты То есть Блядь А кто не курит Пьет И не наркоманят Что за хуйня У рок музыкантов У метал музыкантов Когда все это дело Зарождалось В 70-х Все это делалось На наркотиках На безумном пьянстве То ли гуси орют То ли Я не знаю кто И до сих пор В наше время Есть подобные вещи Когда музыканты Ну прям вот Ну не знаю Как насчет металла Но вот моя песня Тестеры точно Дает за щеку Угу Угу Например Блядь Кроме тебя Голи тем более От наркотиков Да взять ту же Мою хэви метал Группу Виконт Ну окей Ну всем насрать На хэви метал Группу Виконт Кто еще И даже Все нормальные пацаны Ну то есть Никто Ну вроде бы По крайней мере Публично Никто не Долбит Блядь Ну типа редко Есть такое Что вот чувак Прямо известно Что точно Вообще жесткий нарик Но любой уважающий себя Металист Я думаю Пивко Обязательно С фанатами Хлещет Вот Мне пора Но гитарный ритм Это очень круто Фолк все точно Алкаши вообще Рекочные Ну вот спасибо большое Ну Срачи у меня всегда Собирают больше И просмотров И донатов И мне легче их делать А бучалку Ну блин Бучалки мало набирают Ну как нибудь Сделать что нибудь Грязью выстлан Путь Где берешь стакан Поэтиченька Хорошо Против алкоголя Естественно Ну отстой Типа Все фолк металлисты Я думаю Ну По крайней мере Уважающие себя Они прям У них наоборот Каждая Я хотел сказать Каждая вторая Но нет Каждая Вообще В принципе Каждая песня Она либо про Эль Либо про Медовуху Ну в зависимости от того Кто по какому фэндому Угорел Грубо говоря По какой блять Мифологии Кто по скандинавской Те блять По Там Не знаю Нахуй Какой нибудь Грааль Со слезами Фрея Блять Который на самом деле Медовуха Блять Какая нибудь Ебучая Вот Кто по нашей Те Блять Пиво Кто по Ни туда Ни сюда Те Какой нибудь Егермайстер Егермайстер Тыры 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 Блять Ну и чё ещё Ну и вот Кровавый риф Бром Да Водка Блять Корпиклане Вообще Эти самые Они прям Пропагандисты Всего Всех вариантов Алкоголя Я так понимаю Просто про каждую Песню надо спеть Блять Кстати Блять Чуваки Я же себе Отецкого гуся По акции взял Ну-ка сейчас Сокольца будем То наверное Под бухло Смотреть Угадайте Почему я Взял Именно Гуся Потому что Я Моисей Этот пункт Уже не актуален Может быть раньше Он и был По травке Мне кажется Эти должны Рагетонщики Какие-нибудь Или Ну кто регги делает У меня травка Ассоциируется Только вот Я когда Я представляю себе Что кто-то Затянулся Травкой У меня прям Сразу такая Сбивка барабанная В голове И И такое Какая-нибудь Такая хуйня Должна пойти Мне кажется Вот Ну или что-то Такое То есть У меня Сразу Как она Блять Называется В голове Начинает играть Вот Где же Эта Блять Песня Во Что-то Блять Ребята Со звуком Какая-то Хуйня Ёбаный В рот Пиздец Я Сделал Сто процентов Громкости Вот Что не так И все это время Была сто процентов Ну короче Такое Что-то Да Но сейчас Уже все Бля Металл Вреден Для психики А так у сокола Тоже тиховатый Звук получается Кто-то Быть может Видел Тесты Замерзающей Водой Когда вода Замерзала В некие Интересные Причудливые Снежинки Правильной Формой Под Воздействием Музыки Да это Хуйня Долбоебов Сами Говнари Придумали Блять Стопудово Включали Музыку И включали Холод И Капелька Влаги Застывала В красивую Снежинку Если музыка Это Красивая И хорошая Но Как только Дошли До металла Как только Включили Моргенштерна Капля превратилась В санё Блять В такой вот Вскрюченный Непонятный Омерзительный Кусок Говна Да Не надо И Что бы Вы думали Ну либо Наоборот Какие нибудь Тогда эти Ну похуй Что звучит В этот момент Когда включают Метал Естественно Вот это вот Срань Те кто любит Дэс метал Блэк метал Можете сколько угодно Ставить мне дизы Я всегда топил За красивую музыку Неважно в каком стиле Очень смешно Когда мне начинают Пытаются Притягивать меня Знаете за что За то что Ты сокол Ограниченный Ты слушаешь Одну Одну всего лишь музыку Один стиль И всё остальное Лучше наоборот У него меня пиарьте Пиздос Я вчера под стрим Нормально так Подубрался Потянуло На попиздеть А стрим Закончился И все знакомые Спайд разошлись В итоге Пошел за добавкой Вкруглосуточный И даже Написюкал Всяким Старым Знакомым Бабищем Но что-то Не пошло Бля Вот отстой Обида Ебаная А сегодня У меня уже Настроение Накатит Хочу сказать Ребята Вы мой канал Хоть смотрели У меня даже Ролик есть На канале Где я Респектую Корейской Кей-поп Группе Девчачьей Тиара Называется И это только одна Я люблю Майкл Джексон Люблю Селин Дион Много чего Я в какой музыке Слушаю Блядь Ты больше обосрал Типа Всякого И все время До вот главной Вот этих вот Людей Которые топят За то Чтобы меня Засрать в комментариях За то Что я Хейчу Там например Рычащие стили Все мне говорят Про то Что ты ограничен И ты только Хэви и Пауэр Слушаешь И все Ну нет Но ты ограниченный То есть ты Не выкупаешь Что Типа Какие-то Жанры С Рычащими Звуками Это тоже Искусство Это тоже Достойно Существовать И так далее Соответственно Плюс ты в рэпе Вообще Нихуя не вдупляешь Хотя это тоже Искусство И это тоже Неспроста Такую популярность Имеет Потому что Это тоже Надо уметь делать Ты довольно Ограниченный Вы друзья мои Придумайте Что-нибудь Поинтереснее И так За моей спиной Мы видим уже То что Солнце зашло Но моя прекрасная Камера Будет вытягивать Свет Сколько угодно Долго И надеюсь Не появится Слишком много Шумов Чтобы ваши Прекрасные Глазки Не потревожили Вот эти все Непонятные Точечки И всполохи Которые Вдруг появятся Сразу вас Предупреждают Опять Возвращаясь К этому тесту Со снежинкой Которые мы видели С водой Застывающей Если бы там Включили Крутую Метал Балладу Или рок Боевик Крутой Мощнейший Даже те же Мои две Грозы Если бы включили Там Или любую Другую Она бы в говно Превратилась Мне кажется Песню Известной Хэви Метал Группы Еще бы Непонятно Какой бы Причудливой Формы Застыла бы Там Эта Капелька Воды В общем При всем При этом Вреден Для психики В интернете Ходит Ну Это не назвать Мемом Просто Скриншот С вырезка С газеты Чуваки Я еще раз Повторяю У меня есть Какое-то Там Правило Чата Не помню Какое Так что Блять Делайте Наоборот Испытывая Надо идти Блять Туда На тот стрим Который вы пиарите И там Говорить Что Во Типа Блять Моисей Тоже Это смотрит А не Вот эта Блять Хуйня Где она Тут Я Блять Забыл Это Правило Вот Тут Оно Не так Сформулировано Но все равно То есть Что это За поебота Вы по сути У меня Рекламируете Блять Другой стрим А нахуй Оно мне надо У меня У самого Блять Его больше Блять Так что Вот у него Меня и рекламируете Говорится о том Что По исследованиям Ученых Металисты Призваны Сейчас и так Блять Из-за вас Нахуй Все зрители Уйдут Ёпта Причем Ладно бы Хоть в донатах Б писали Так это же Получается Бомжи В бесплатном чате Блять Отгоняют От меня Блять Мало ли кого Может быть Бомжи Может быть Донатеров Тоже Люди Самыми умными Ну С большим С большим Капап с пятью Потому что В каждой группе Минимум Пять поп Неплохо Тогда можно Кей-поп Это косарь задниц Можно перевести На русский язык Просто без Многих поп Просто Кей-поп Типа Салом С большим Айкью Папапапапапапапапапапапапапапапапапапа Ой, блядь Ну, Сокол Ну, у тебя Точно Не особо-то Большое Аки Блядь Папапу Вообще Не вреден Для психики А металл Наоборот Для развития Ума Полезен Поэтому Все Слушаем Хорошую Качественную Музыку Но только То есть Типа Если бы Сокол Не слушал Металл Он был бы Ещё Более Тупым Что Блядь хороший. Он был бы тогда, знаете, как есть антиматерия, он был бы антиразумный. Где поют, а не орут. Или рычат. Ну вы поняли. Разбить вот этот пункт, он вообще ничего не стоит. Любая музыка, которую бы вы не включили громко, будет громкой. Это вообще дичь. Тоже, ну, типа все гремит, жужжит там что-то, да, вот. Людям не нравится, быть может, перегруз. Быть может, не нравятся слишком высокие ноты там какие-то вокалиста. И это все дело, конечно же, может быть привычки, но что может быть круче гитар с перегрузом, когда ты какой-то начинает подкрашивать вокальную линию гитарами. Ну это с ума сойти, ребят. Ну это просто, у тебя сразу адреналин начинает в мурашки по коже идти. То есть металл это не какой-то магический инструмент, который просто априори играет всегда громко, его никак не убавить. Это аппаратура, которую добавляешь и убавляешь в олюме точно так же, как в других музыках. И, ну, сделай потише, не будет так громко. В общем, пункт опять, очередной пункт клишейный. Разлетелся просто в пух и прах. Блядь, прикол в том, что для того, чтобы исполнить металл, нужно издать очень громкие звуки. Для того, чтобы исполнить какую-нибудь сюсюкающую песенку про любовь или что-нибудь такое, не обязательно ни орать, ни... Типа... Ну, короче, еще раз. Я понимаю, что в его представлении орать это... Но в моем представлении, то есть и в представлении, может быть, обычного какого-нибудь человека, делать всякие там... Вааааа, блядь, это тоже нахуй орать. Так что... Вот. А ему нравится там слушать либо рыбчагу, в которой никто не орет, хотя тоже бывает, либо, допустим, там всякое... Я че-то там с тобой сидел в песочнице, и мы засунули в штаны друг другу руки. Так. Визжат гитары, долбят барабаны, вокалист орет. И опять. Все время все упирается в стилистику, в музыкальную стилистику подразделы метал-стилей, которые очень разные, очень непохожие друг на друга. И да. И каких долбоебов это видео, я реально пытаюсь понять. Ну, в 2020 году, ну че это, блядь? Метал-музыка сложная. Но классическая музыка, это та же самая музыка, только без перегруженных гитар. Это такая же сложная музыка. Возьмите любого рэпера или попсовика, включите ему классическую музыку, и он скажет, что-то как-то... Блин, можно что-то попроще мне, да? Вот попроще. Вот это суждение людей о том, что металл это не музыка, это шум, это для людей попроще, которые не могут воспринимать красивые гармонии, многоступенчатые всякие обороты нотные и все прочее, из чего состоит металл. Потому что это сложная музыка, где присутствуют очень большие всякие... Ооо, оооо... ...пликатуры там, и это действительно... В холометре для вечной жизни срак уж точно, блядь. Действительно, как классическая музыка, только чуть-чуть утяжеленная. Зачастую рок-звезды эпатажные, но зачастую и звезды других стиль не менее эпатажные. А здесь опять все зависит от человека. Есть метал-стили, в которых слэмятся. Слэмятся, это, конечно, для непосвященного человека Это, конечно, с ума сойти Люди приходят и выплескивают оттуда всю свою энергию Толкаются, то есть слэм это толкачня такая Иногда это выглядит, ну, прям, действительно Это прям, я не знаю, как будто для каких-то супер тупых пист, которые, не знаю, ну Пособие для начинающих дурачков Что такое металлический металл? Я туда не полезу, привет, до свидания Конечно, это больше для молодых людей, которые пришли выплеснуть свою агрессию И там никто никого не бьет Люди просто толкаются Да, где-то можно слишком сильно толкнуться Но на то это и молодой организм, чтобы выдержать Самые охуенные концерты, кстати, у грайнкорщиков У них прям самые веселые То есть у них, они там в каких-то, блядь Короче, гуталакс лайф просто Вбейте кто-нибудь в поиске Типа там какие-то долбоебские костюмы мягкие Типа туалеты, блядь, стоят на сцене Туалетная бумага они бросают Ну, то есть у маленьких всё попроще У больших всё прям вообще ебануться весело Типа Какими-то этими резиновыми шариками они кидаются Ну, бля, вот, короче Надувной шлюхой Короче, бля Вот я бы на их концерте хотел побывать Просто потому что это прям самое веселье Бля, музыка такая О, вот это прям заебись И звук такой ещё прям Какая-то курица там у него в руках Бля, кто-то с головами ху... Блядь Огромный резиновый хуй у чувака, блядь Короче, пиздец Ну, бывает, что просто с голыми хуями выходит на сцену Или голыми жопами Экспрессивные телодвижения и столкновения с другими такими же безумными Девушка такая проехала сзади сейчас держась за мотоциклиста такая Недобро так на меня на камеру Типа, чё это чел здесь делает? Ну, правильно Твоё дело Сочка Опять же, если мы возьмём хэви метал, пауэр метал, хард рок Вот три самых крутых стиля Ну, глэм метал, это то же самое, что хард рок Только больше понтов перед девчонками Если мы возьмём вот эти вот четыре стиля То в них слэма как такового и вы не найдёте Ну, это очень редко бывает Потому что здесь присутствует некий аристократизм В этой музыке присутствует некая возвышенность, одухотворённость И такая, знаете, ну не гоже аристократу скакать Да, в хэви метал и в пауэр, вот этих во всех стилях Там есть такое, люди стоят, делают козы, показывают, трясут головами Но это всё выглядит эстетично Против слэма я ничего не имею Это выглядит, конечно, очень энергично И вокалисту, наверное, и другим музыкантам на сцене Опачки, комарик не поймал Смотреть на это со сцены, наверное, их это будоражит И больше ещё подстёгивать, больше драйва выдавать Но всё-таки это не аристократично Вот не аристократично и не свойственно нашим стилям И опять же, если вы, сталкиваясь с такими стереотипами Всегда советуете им послушать четыре стиля Хэви метал, пауэр метал, глэм метал, хард рок Вот эти четыре стиля, костяк хорошей музыки в металле Да, в натуре, что взял человека, оскорбил Ох, сейчас комментарии в выпленицнице, говнеца из других стилев Такий, тьфу, сокол, опять включил свой хироборок Такое уж дело, я проповедую хорошую музыку, друзья мои Поэтому поджигать пердаки тоже одна из моих работ Но, тем не менее, это мои мысли, мои искренние мысли И я их высказываю на камеру, на своём канале О, ну так а чё плохого-то, блядь? Открою вам небольшой секретик Секс с фанатками имеют все музыканты популярные Которые достигают статус звёзд Это, собственно, одно из... Ну, прям взял всех, озалупил Всем контору спалил А чё, а может быть кто-то женат, кто-то не имеет секс с фанатами С тех... Кто-то с фанатами Ключевых моментов, ради которых, собственно, музыкант начинает заниматься музыкой Да, особенно женщины Такой, чтобы... Они-то цой прям стопудово со всеми фанатами ебётся Прославиться и получить лёгкий доступ к девчонкам Потому что парень, он всегда хочет... Парни ищут разные пути, чтобы так или иначе уломать девушку на секс Что в первую очередь способствует этому Твоя дичайшая популярность Когда девчонки сами на тебя начинают вешаться, за тобой бегать И всё, собственно, ты просто выбирать начинаешь Собственно, ради этого человек... Там, семь потов сгоняет себя, чтобы там научиться писать хорошие песни Конечно, слава, конечно, хорошая душевная музыка Всё это, да, присутствует Там всякие мистические рассуждения, философия Всё это есть у нас, девчонки Это тоже один из главных показателей, ради чего всё вообще это начиналось Вот это один из самых... Откуда он берёт эту хуйню, я не понимаю Тупорыл их? Это да, но откуда ты берёшь эти стереотипы, я просто не понимаю Блядь, кто так считает, реально? И не похуй ли на тех, кто так считает? Зачем? Кому это видео, блядь? Зачем оно? Для кого и для чего? Мнений людей, вот клише, которое просто, я не знаю, ну, позорное Все вы наверняка видели не раз, когда происходит некая передача Где сидят попсовики, голос или ещё что-то И когда на сцену выходит петь какой-нибудь рокер Ну, вот прям в этом стиле, который, ну, вообще вот никак То есть были-были все песенки-тамцульки, попсовики И всё вот это вот сидело И тут неожиданно выходит рокер или металлист И жюри или звёзды, поп-звёзды начинают делать так Сука, как вы бесите! Ни один из металлистов, ни из рокеров никогда не делал вот так вот Просто бомбит, друзья мои, просто бомбит Это настолько тупое и утрированное вот это вот мнение людей о том, что вот Оно настолько нелепое Нет, металлисты так себя не ведут У металлистов всегда гордые позы Если они показывают козу, то они делают вот так вот Как будто пробивают своей козой небеса Просто они вот это вот Ручка согнутая в локоточек, тупое лицо и головой вот так вот Сука! А какого хрена? И это если касаемо слушателей, да? Слушатели, конечно, они стоят там и восхищаются Кулаками могут показывать там типа Да может быть металлисты тупое что-нибудь делают хури Типа козы показывают, типа воу, хлопать тоже все это с руками Все движения наши в наших стилях, они, конечно же, имеют большую такую динамику Это не какие-то вот, знаете, движения поп-слушателей Если это не танцпол какой-то, где люди там зажигают и танцуют, то они просто сидят и хлопают Вот уж охеренные движения прям, да? Замечательно У нас-то хоть что-то происходит Я уже не говорю про движение хэви-металлистов на сцене Если человек умеет двигаться, если он не просто тупой стоинь с гитарой А если он зажигает, это действительно выглядит неким танцем Танцем можно даже сказать боевым като, который есть в стилях боевых Просто он вращается, он встает какие-то низкие позы Он там бьет кулаком по бедру Короче, Капо говорит, что он аристократ Что хэви-метал для аристократов Вот вам шутка про это хатэ, тпс, двоеточие А, аристократы! Блядь, я, кажется, знаю Это типа Саус Парк ты там, да, скинул? Да-да-да-да-да-да, анекдот про аристократов Ну, я не буду на всякий случай Саус Парк урубать, но... Но да, это классический анекдот про аристократов Кружится вокруг себя, то есть это, ну, действительно Огромная палитра движений, которая не снилась никаким другим скидом Сокол вот этот аристократ, который... Не забывайте, что в этом ролике я говорю и топлю за 4 стиля музыкальных, которых я уже вам не раз сегодня повторял Хэви-метал, пауэр-метал, глэм-метал и хард-рок И не чистоплотность, грязная голова, грязная одежда, все это немытое, в общем, все это вот засаленное И опять же, все это касается других стилей и не касается наших В наших стилях это всегда чистые волосы, это всегда джинсы, пусть они и драные, но они всегда чистые От металлистов, от наших металлистов никогда не воняет, они всегда, если это не говнори, конечно, они всегда за собой следят и всегда надевают все чистое Металлисту еще может позавидовать любой джентльмен, как по мне, потому что все... Ну, досмотрим, я, наверное, попробую пересказать, как могу Мы катимся на философском коне, на размышлятельном, на критическом анализе окружающего мира Музыка наша такая, музыка, которая расширяет наш внутренний мир и не позволяет нам просто, типа, о, у меня здесь засаленности на жопе, да, я сидел на какой-то грязной земле У меня просто воняет какой-то потом и мочает меня, пахнет, нормально, пойду в этом В жизни такого никогда не будет, потому что у нас сразу же включаются мозги, мы такие думаем, так, наверное, это уже не свежее Просто меняем одежду, нету такого, друзья мои, нету, это все стереотипы Но взять, например, те же рок-музыку, все объединяют метал-музыку, рок-музыку, обычные обыватели объединяют все это в одно И, конечно, очень часто мы видим панков или каких-то других представителей, там, какого-нибудь русского рока, который я роком не считаю Они очень могут ходить вот грязными, немытыми вот этими, засаленными всеми, вонючими, ехать, они прикалывают Ну, такая вот субкультура Металлисты не такие Во-первых, металлисты 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 Все металлисты, дай им гитару, могут сыграть Соя Что твою же кар... Ну, вообще-то могут Это не так Я вам скажу больше, даже для многих металлистов, и я за это топлю, русский рок не особо слушают Потому что это совершенно другая музыка Есть, есть там хорошие песни в роке, в русском роке есть хорошие песни Но это не наша музыка Да, мы можем где-то у костерка, там, подпеть чайф или там тоже ДДТ Но это не наша музыка, это совершенно другие речевые обороты Это другая красота Совершенно, которая раздельно от нас идет Это не наша, это не аристократия, друзья мои И Цой! Блядь, аристократия, пиздец Вот этот представитель, который, человек, который, ну, он, конечно, распространен и популярен И на стенах пишут там, и в 90-е писали И сейчас до сих пор Цой жив пишут Об этом я тоже буду делать ролик Пока не буду об этом всем говорить Но это не наша музыка Это очень кустарщина большая Это исполнение плохое, музыкальное Плохое вокальное исполнение Очень простые и песни, которые, ну, совершенно не вяжутся с нашим внутренним миром вообще То есть это, ну, настолько все простяковое, что мне неприятно, честно говоря Когда, типа, говорят, там, типа, вот, там, типа, молодец, Цой, там, типа, круто Видят тебя, рок, Цой, тебе, ты такой, какого лешего Наобугал ему ручоночек, Цой, вычеркиваем Друзья мои, этот небольшой такой бомбежик был и в моей мысли в поле в вечернем Я надеюсь, вас порадовал, кого-то, может, поджег пятую точку Не обижаемся, ставим лайки или дизлайки Ну, поджег только тем, что это тупая хуйня какая-то Если вам понравилось и не понравилось В описании этого ролика и каждого ролика на моем канале Есть ссылочки на все мои ресурсы, инстаграмы там, подписывайтесь Мои книги продаю в Виконт, вбиваете в поисковки Находите электронно, покупаете мою музыку на всяких гугл-плеях, интюзерах Может быть, тоже дизлайк поставить ради прикола за сопрыкиных топи? Музыка группы Виконт, очень хороший, качественный хэви-метал С вами был... Метал Метал из Одессы Обо всем этом думайте, да прибудет с вами сила! Охуенное музло, кстати Ну и пошла, дура! Наверняка Крита слушает, ни хрена в музыке вообще не понимает Девчуля, прикурить не будет? Так вообще-то Крит лучше, чем... Виконт Ну ладно Бля, ребят, короче, все Задонайте как следует мне только в поддержку Я сейчас постараюсь анекдоты рассказать про аристократов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!